Всем привет! Меня зовут Семен, это GrandLine и сегодня мы поговорим о том, как собрать комплект выхода для вентиляции. Наверное, по давляющему количеству зрителей знакомы эти грибы, растущие из кровли, выходы в вентиляции. Однако их бывает множество видов. Они бывают разными по высоте, разными по диаметру, утепленными или неутепленными, с пластиковой трубой внутри или с металлической. А также с вентилятором или без. Поэтому в этом видео мы разберем, как правильно собрать комплекты вентиляционных выходов. Ведь, подходя к кровле, уже лучше точно знать, где располагать вентиляционные выходы под узлы предполагаемых инженерных систем. По сути, любой комплект состоит из двух больших частей. Это проходной элемент и вентиляционный выход. Проходной элемент мы выбираем исходя из типа кровельного материала. А вот вентиляционный выход, исходя из задачи, которую необходимо решить. Кстати, недавно на этом канале вышло видео по монтажу проходки и вентиляционного выхода. Перед тем, как смотреть дальше, рекомендую ознакомиться в верхнем углу экрана или в описании. С помощью вент-выходов, установленных на кровле, можно решить несколько актуальных задач, связанных с правильным устройством современного дома. А именно, вентиляция фановой трубы или канализации. Вентиляция помещений, в том числе ванной, кухни, туалета или котельной. И отдельно я бы выделил вентиляцию кухонной вытяжки. Почему отдельно, вы поймете в процессе просмотра этого ролика. Начнем по порядку. Вентиляция фановой трубы или канализации. Зачем нам это нужно? В первую очередь для отведения канализационных газов. Если мы не сделаем так, как показано на рисунке, а скажем, просто заткнем фановую трубу заглушкой, то столкнемся с некоторыми неприятными последствиями. Чтобы вы понимали, канализационные газы могут содержать аммиак, сероводород, метан и азот. Кроме скверного запаха, эти вещества в коктейле канализационных газов имеют еще и скверный характер. Поэтому наедине с фановой трубой их лучше не оставлять, если мы хотим, чтобы трубы имели долгую и здоровую жизнь. Кроме того, отверстия вент-выхода, находящиеся в верхней точке системы, необходимы нам для компенсации давления при сливе воды. Для демонстрации эффекта попробуйте вылить воду из обычной пластиковой бутылки. Этот пример отлично показывает, как чувствует себя фановая труба при сливе воды, если нет вент-выхода. Но обратите внимание, достаточно сделать отверстие для компенсации давления, и все работает как надо. На практике это означает, что при спуске большого объема воды возможен срыв гидрозатвора, то есть водяной преграды на пути канализационных газов, что приводит к неприятному запаху в уборной. Ну а если в уборной накопится достаточно много этих газов, то лучше воздерживаться там от курения. Не верите? Спросите об опасности взрыва метана, например, вот этих вот коров. Ладно, этот пункт я добавил ради шутки, но поверьте, канализационные газы так или иначе штука очень неприятная. Если отойти от вопроса запаха, то в целом такой режим работы без компенсации давления через вент-выход негативно влияет на работу запорной арматуры и других сантехнических узлов. Кроме того, вода гораздо хуже уходит в канализацию. Итак, мы вдохновились опасностями канализационных газов и полной решимости их прогнать. Что нам для этого нужно? Правильный вентиляционный выход. Но какой? Во-первых, только с пластиковой трубой внутри, ведь от обилия химически активного конденсата оцинковная труба может быстро разрушаться. Во-вторых, для всех регионов, где температура может опускаться ниже нуля градусов, необходимо использовать только утепленный или изолированный вент-выход. На практике для нашей страны неизолированный вент-выход подойдет разве что для Сочи. Утепление нам необходимо для исключения интенсивного образования конденсата и наледи. Кстати, по этой же причине рекомендуется устанавливать вент-выходы для канализации без колпака. Если уж очень хочется его оставить, чтобы не нарушать визуальную гармонию с другими вент-выходами, то необходимо удалить защитный конус. Безусловно, в этом случае в трубу будут попадать осадки. Но это не страшно, ведь эта труба ведет в канализацию. Также для удобства стыковки вент-выхода с фановой трубой мы рекомендуем применять специализированные гибкие трубы, ведь мы не всегда можем подвести вент-выход точно к фановой трубе. Если говорить о высоте, то оптимальным значением является 500 мм. Для южных регионов можно применить трубу короче, но помните, что любой, даже самый малоснежный регион иногда накрывает снегопад. Конкретные комплекты мы будем собирать из продукции двух самых популярных брендов – Вилпи и Кровент. Комплект вент-выхода для канализации будет выглядеть вот так. Теперь поговорим о живых помещениях, ведь в них должен постоянно происходить воздухообмен. То есть старый воздух, насыщенный углекислым газом или парами влаги, должен уходить, заменяясь новым, то есть свежим воздухом. Согласно нормативам, в помещениях с постоянным пребыванием людей воздух должен полностью обновляться в течение часа. В противном случае повышенное содержание влаги и углекислого газа приводит к нарушениям сна, повышенной утомляемости, а также способствует распространению грибка, плесени и болезнетворных микроорганизмов. Философски говоря, можно выразиться так, что люди приезжают в загородный дом, чтобы дышать свежим воздухом, а не оставлять его за дверью. Как вы понимаете, главная наша цель – это обеспечить воздухообмен. Но для каждого помещения будут немного разные задачи. Ну, например, для ванной, кроме обычного воздухообмена, нам необходимо выводить большое количество парообразной влаги, ведь в противном случае она впитывается в стены и провоцирует образование плесени и грибка. Кроме того, в таком помещении намного хуже сохнут полотенца. А я не знаю, как это терпеть. Для кухни нам необходимо обеспечить вытяжку, которая позволяет выводить переувлажненный воздух при готовке первых блюд и пары жира при готовке вторых блюд. Второй вариант неприятен не только тем, что создает духоту для хозяйки усадьбы, но и портит кухонную мебель. Также нам необходима вентиляция для хозяйственных помещений, например, для газовых котельных. Это требование по нормативным документам, ведь газовые котельные могут забирать воздух прямо из помещения. Для гроза, например, не будет лишним выводить выхлопные газы, да и в целом поддерживать микроклимат, полезный для автомобиля. Ну а для домашних мастерских актуальным будет выводить загрязнение воздуха, возникшее при производстве поделок из журнала «Сделай сам». Пришло время поговорить о том, как работает вентиляция помещений. Если в случае с канализацией было все просто, есть канализационные газы, мы просто даем им уйти, то здесь все намного интереснее. Для того, чтобы организовать вентиляцию, то есть воздухообмен, нам необходимо три вещи. Вход для воздуха, то есть приток, выход для воздуха, то есть отток и разность давлений. Вход для воздуха мы можем обеспечить, просто открыв окно, дверь или сделав дыру в стене. Но таким образом мы еще и выпускаем тепло, что не особенно удобно, особенно зимой. Поэтому разработано множество специализированных клапанов для установки в окно или в стену. Они могут быть с термостатом, с регулировкой отверстия, иметь даже фильтр или обратный клапан для предотвращения выхода теплого воздуха. Углубляться в типологию приточных клапанов мы не будем, но главное, что они дают для нас вход для воздуха или приток. Выход для воздуха мы обеспечиваем с помощью вентвыхода, уже знакомой нам трубы с колпаком, который устанавливается на кровлю. Но чтобы произошла магия воздухообмена, нам необходимо третье условие. Разница давления или в простонародье тяга. В теории мы можем просто поставить приточный клапан, вентвыход и ждать, когда начнется воздухообмен. Номинальная разница давления у нас есть. Клапан низко, вентвыход высоко. Такая схема называется естественная вентиляция, но у нее есть ряд недостатков. Обычно высоты помещения недостаточно, чтобы дать нам необходимую разность давления. Как вы помните, воздух в помещениях должен сменяться в течение часа. Ну так вот, не факт того, что у естественной вентиляции будет достаточно мощности, чтобы прокачать этот объем. Кроме того, летом из-за разницы температур возможен подсос теплого воздуха в прохладное помещение. Второй недостаток это общая нестабильность систем с естественной вентиляцией. Ведь кроме высоты здания на мощность этой вентиляции влияет в том числе роза ветров, высота расположения здания, атмосферное давление и многое-многое другое. Ключевая опасность здесь это неуправляемые теплопотери зимой. Ведь скорость вывода теплого воздуха ничем не регулируется. А еще естественная вентиляция банально слаба. И поэтому мы не можем себе позволить делать горизонтальные длинные воздуховоды. В этом случае воздух просто не пойдет. В таком случае нам необходимо делать воздуховоды под углом, если мы хотим соединить несколько вентоканалов, что сильно осложняет проектирование. Либо для каждого отдельного помещения придется делать отдельный вертикальный вентканал и вентвыход. И это я уже не говорю о том, что система естественной вентиляции лишает нас возможности проектировать горизонтальные скрытые воздуховоды. Которые лично мне приходятся по сердцу, потому что обеспечивают вентиляцию внутри дома, но при этом не вмешиваются в ее дизайн. Ну и последнее, что я скажу про естественную вентиляцию, это возможность неуправляемого движения воздуха из одних помещений в другие. Почему это плохо, я расскажу дальше чуть подробнее. Для того, чтобы избавиться от всех этих недостатков, мы рекомендуем применять системы принудительной вентиляции, которые дают нам управляемую и стабильную тягу. Для этого, например, можно установить вентилятор на входе в вентканал. Или, например, вентилятор можно установить внутри вентканала. Но самый эффективный способ создания принудительной вентиляции, когда вентилятор установлен прямо внутри вентвыхода. И вот почему. Во-первых, это позволяет убрать шум работающего вентилятора из помещения. А во-вторых, это меньше энергопотребление, ведь вентилятору, находясь выше, гораздо проще прокачивать воздух. Кажется, все не так уж сложно. Все условия соблюдены. Приток мы обеспечили с помощью клапанов. Отток мы обеспечили с помощью вентвыходов. Разные давления мы обеспечили с помощью принуждения воздуха через вентилятор. Все работает? Верно, наш самолет вентиляции поднялся в воздух. Но теперь надо поговорить о том, как задать ему правильный курс. Для начала разделим все помещения на условно грязные и чистые. Грязными я называю такие помещения, как кухня, кладовая, гараж, мастерская, туалет, ванна. В этих помещениях активно создаются влажность, запахи, пыль и другие неприятные вещи, которые мы не хотим видеть в наших чистых помещениях. Чистыми помещениями я называю детскую, спальню, гостиную, столовую, кинотеатр, домашний музей и комнату торжественных церемоний. Я уверен, у вас такая есть. Сами посудите, мы же не хотим, чтобы воздух из туалета шел в гостиную. Или, например, запах борща с кухни шел в комнату торжественных церемоний. Это недопустимо! Как вы уже поняли, ключевое правило здесь, движение воздуха по помещениям должно идти так, от чистых помещений к грязным. Поэтому в чистых помещениях мы устраиваем приток, а вент выводы ставим в грязных помещениях. В таком случае воздух из грязных помещений никогда не пойдет в помещения чистые, если, конечно, вы не пошли по пути естественной вентиляции. Там все работает менее предсказуемо. Ну а для того, чтобы движение воздуха между помещениями не превращалось в хвозняк в просвете между дверью и полом, необходимо что сделать? Правильно, его уплотнить. Надеюсь, вы поняли, что я пошутил. На самом деле нам необходимо продумать систему воздухообмена между помещениями с помощью специализированных вентиляционных решеток, которые монтируются в дверь или стену, желательно с шумопоглощением. Из важных нюансов не забывайте, что вы можете соединять воздуховоды разных помещений между собой, кроме кухонной вытяжки. Дело в том, что жир может достаточно легко забивать воздуховод, особенно имеющий сгибы, поэтому для кухонной вытяжки лучше сделать отдельный вертикальный вент-канал и отдельный вент-выход. Надеюсь, теперь вам намного понятнее, почему на этой схеме именно так сделана планировка, именно так расположены вент-выходы и приточечные клапаны. Ну а для того, чтобы подходя к ровле, вы уже прекрасно понимали, что необходимо для установки вент-выходов, мы сейчас выведем готовые комплекты, вилты и коровен для естественной и принудительной вентиляции. Оптимальными здесь являются изолированные вент-выходы 500 мм высотой, но для особо снежных регионов можно применить 700. Кроме того, удлиненные вент-выходы применяются в случаях, если необходимо улучшить тягу или если труба находится далеко от конька. А теперь давайте ответим на самые важные вопросы, например, сколько вент-выходов мне нужно? Сколько помещений через воздуховоды я могу подключить к одному вент-выходу? А сколько мне нужно приточечных клапанов? А как сделать так, чтобы вентиляция внутри помещений не превратилась сквозняк? И вообще, как добиться того, чтобы зимой вентиляция не начинала топить улицу? И правильный ответ на все эти вопросы – заказывайте проект у профессионалов. Потому что здесь множество нюансов, которые различаются для каждого отдельно взятого дома. Есть множество самых разных систем вентиляции. Адаптивная с рекуперацией тепла, вытяжная система с механическим управлением. Каждая из них требует глубоких знаний по теме и умения проводить специализированные расчеты. Однако, чтобы не бросать вас в сложные ситуации, я думаю, что мы можем озвучить несколько базовых советов и принципов, не сильно углубляясь в тему для тех, кто хочет сделать вентиляцию для своего маленького дачного домика, где заказ отдельного проекта на вентиляционные системы будет не совсем соразмерным решением. Итак, мы точно знаем, что воздух в течение часа должен полностью обновляться. Обычно для вентиляторов пишется показатель воздушного потока, то есть сколько кубометров воздуха вентилятор может прокачать в течение часа. Обычно это интервал от состояния «выключено» до состояния «полный ход». Для приточных клапанов также указывается пропускная способность, и поэтому, прикинув объем помещения, пропускную способность клапанов и мощность вентилятора, мы можем посчитать необходимое нам количество элементов вентиляции. Кстати, именно в процессе этого расчета станет ясно, сколько конкретно помещений, именно исходя из объема, вы можете подключить к конкретному вентилятору. Приточные клапаны стоят в чистых помещениях, вентвыходы в грязных, для кухонной вытяжки отдельный вентканал. Если вентканалы проходят через неотапливаемые помещения, обязательно их утепляем. А далее самый главный момент – системы управления. Поскольку эту систему мы проектируем на глазок, в зависимости от времени года нам необходимо будет вручную управлять тягой, ослаблять ее или усиливать. Особенно это важно зимой, когда есть опасность неуправляемых теплопотерь и шансы начать топить улицу. Поэтому все приточные клапаны и, что более важно, входы в вентканал должны иметь возможность закрываться наглухо. Также стоит установить контроллер для плавного управления мощностью. В противном случае у вашего вентилятора будет только два режима работы. Включено и полный ход. В целом все необходимое для вентиляции маленького дачного домика есть на этой схеме. Смотрите сами. Один вентвыход для канализации, один с вентилятором для создания управляемой стабильной тяги вентиляции помещений и один вентвыход для кухонной вытяжки. Без вентилятора, если он есть в конструкции корпуса вытяжки или с вентилятором, если мы хотим сделать так называемую тихую вытяжку, тогда нам понадобится только корпус. На этом список наших рекомендаций заканчивается. Если нас смотрят профессионалы по проектированию вентиляционных систем, мы будем рады услышать дополнения и пожелания к нашим рекомендациям в комментариях. И помните, что вентиляция это залог долговечности дома и здоровья его жильцов. Но если видео вам понравилось, то вы всегда можете поучаствовать в его продвижении, подписавшись на канал, включив оповещение, поставив лайк или сделав репост. Если остались вопросы, то пишите их в комментарии. Если хотите фото красивых домов с вентвыходами, то подписывайтесь на наш инстаграм. Всем удачи!